Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Здесь они, как обычно, краткие по делу. Сегодня действительно совсем кратко по крипторынку, но все же хотел бы показать, как стеночка классная. Я вам, кстати, могу сейчас еще показать студию, которая у нас с вами будет. Давайте я вам покажу ее. Да, я его, кстати, взял вообще классный. Закрыт. А вот наша с вами сцена. Здесь будет креслица, столик, вид. Как вам вид? Мне кажется, круто. Не, ребят, ну блин, круто же. Лайк, подписка, комментарий, а мы с вами начинаем. Думаю, студия у нас с вами будет крутая. Ясное дело, что она еще не доделана, что еще стоит поставить свет, доделать, купить диваны, столики. Но я хотел бы, чтобы вы оценили, как бы, мой вклад в канал. И я делаю это для того, чтобы вам было комфортнее тоже смотреть более качественный, более профессиональный материал. Ладно, лирическое отступление сделали. Давайте совсем кратко по ситуации на рынке. Сейчас мы с вами наблюдаем довольно такую нехилую волатильность. С чем она связана? Мы с вами должны учитывать то, что у нас сейчас очень сильно зажимается движение биткоина. И на самом деле то, что локально у нас он движется довольно резко, но это довольно здоровое движение по рынку. И мы должны с вами понимать, что довольно скоро у нас будет довольно резкое, глобально резкое движение по биткоину. И я считаю, что данное резкое движение, как я уже обозначал в предыдущих выпусках, будет восходящее. Восходящее оно будет по той причине, что действительно набираются очень хорошие позиции. Некоторые трейдеры говорят, что сейчас он распределяется биткоин. Вы понимаете, я скажу так, даже те трейдеры, которые говорят, что сейчас биткоин распределяется, они сами знают, что сейчас нет никакого распределения актива. Надо просто оправдать, почему они вышли полностью из позиции. Я неоднократно и в своей закрытой группе, кстати, ссылку на вступление, которую вы можете найти в описании, я там даю ежедневные обзоры, неоднократно говорил и пишу, и думаю, буду писать. Очень мало факторов, которые меня сейчас могут переубедить в том, что есть какая-то вероятность на поход в уровень там 7-7 500-8 тысяч долларов. Нету, нету панических продаж. Понимаете, рынок очень жестко откупает на всех важных уровнях. Смысла этого делать? Ну, просто не вижу никакого, потому что если у нас цель вниз, то мы должны наблюдать сливы и продажи. Мы же наблюдаем какой-то дамп, откуп и возврат к уровню. Давайте совсем среднесрочно и совсем локально. Совсем локально, я думаю, что это движение в уровень плюс-минус 10-200. Если не очень хороший звук, вы меня не сильно тут гнобите, потому что еще здесь акустика, еще нету мебели. 10-200 – это такой самый ближний уровень, который мы с вами должны получить. Более среднесрочно. Это поход в уровень 10-800. Вероятнее всего, мы будем его пробивать, и тогда мы будем уже показывать преломление глобальной трендовой, что нам даст ну просто обалденного покупателя. И поверьте мне, вы будете через какое-то время из всех щелей слышать рост, 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 рост. Что касается ситуации пальти, периодически видно то, что в нее переливается биток, но самое главное, что мы должны обратить внимание пальте – очень круто держатся поддержки, очень круто держатся сопротивления. Это значит, что как только у нас убирается сопротивление, стоит ожидать очень крутых пампов по альте. Я считаю, что альту надо не скидывать, а все-таки хотя бы на часть, либо усреднять, либо набирать позицию. По биткоину также хотел бы обозначить самый нижний уровень, который в принципе нам сейчас может грозить. Я считаю, что это не ниже уровня 9500 долларов. Как в прошлый раз мы не попали в зону покупок, так более чем уверен, в зону покупок не пустят и сейчас. Понимаете, так рынок не продают. Это явные манипуляции, одна за другой. И здесь стоит, я ничего нового не скажу, стоит отталкиваться от того, что выгодно маркетмейкеру, от того, что выгодно крупному игроку, который хочет поиметь массы. Поэтому делайте выводы, мои соображения такие. Лайк, подписка, комментарии, друзья. До следующего выпуска. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова